здравствуйте здравствуйте друзья я вновь с вами хотел бы поговорить сегодня немножко о здоровье как это здоровье как на здоровьем работалось хотя бы небольшой мере работалось в казачьей среде и что может способствовать вашему оздоровлению омоложению так далее вот я бы хотел поговорить о таком упражнении как без кислородка это упражнение помню первый раз показал мне мой дядька дядя и я вполне прочувствовал что это такое он показывал три уровня без кислородки вот первый уровень когда ты выходишь на без кислородку и ощущаешь одно оздоровление организма второй уровень когда начинается определенной света задержки дыхания световые эффекты и третий уровень когда твой дух начинает вводить твоим телом и под твоей воли делать самые невероятные вещи гуляет внутри его наружу внутрь там делать заживить мгновенно рану эти три уровня разбирались все время это казаками характерниками вот с научной точки зрения задержкой дыхания она полезна чему она ведет вообще вот если вы если рассматривать науку то в нашей скажем в миллиметре кожи от 20 до 50 клеток и в каждой клетке каждая клетка вырабатывает громадное количество энергии атф в клетке у нас есть разные органеллы до ядро как как сердце до нашей нашего это наши клетки на в каждой клетке разные вакуоле центре воли эндоплазматические плодонистическая сеть и так далее каждая каждая органелла имеет свою функцию и так далее вот и есть митохондрии митохондрии у нас если я не ошибаюсь в каждой клетке до 300 если числе из них конечно не ошибаюсь достаточно количество большое количество в клетке это наши энергетические энергетические станции можно так сказать и наши энергоцентрали помните выработка и т.ф. у нас как раз митохондрии прессу происходит аденон аденозин 3 фосфат да все не вырабатывать громадное количество энергии вот что вам нужно знать по этим всем вещам вам важно нам прежде всего важно включить при задержке дыхания включать за громадный выброс энергии человеке просто громаднейший там если вы сожмете руку на бескислородке у вас вы сила возрастает во много раз почему я завел в разговор о митохондриях тут конечно очень большая тема в действительность если брать научной точки зрения тут не без то что без кислородка организм когда вы делаете краткие задержки дыхания я расскажу как то ваш организм вырабатывать громадное количество энергии прежде всего а т.ф. селезенка начинает больше вырабатывать больше вырабатывать обмен веществ усиливается вырабатывает электроцитов усвояемость кислорода увеличивается то есть дело в том что там выработка т.ф. проходит двух режимах там без кислородным кислородным на кислородном без кислородным то есть на одну молеку глюкозы проба т.с. а 2 2 молекулы там а т.ф. там да на кислородном на одну молеку глюкозы 36 там молеку до от и так вот когда вы задерживаете дыхание Сначала происходит провал, а потом мозг выходит в совершенно другой режим И усвояемость крови больше переносит кислорода То есть кислорода становится организму больше То есть вы совершенно в другой режим входите И соответственно у вас организм становится сильнее Мозг, например, АТФ выработка 22% У нас мозг и печень больше всего потребляют АТФ 22-22 Мышцы, потом на третьем месте мышцы примерно в этих пределах И сердце всего лишь 9% То есть вы начнете думать больше, лучше и так далее Что влияет на наш митохондрий Это прежде всего изометрические тренировки Когда вы пытаетесь поднять что-то то, что нельзя поднять Когда я вам рассказывал дюжа силы Это по сути громадное количество выработки АТФ Когда я вам ролик снимал на эту тему То есть по сути вы становитесь сильнее во всех отношениях И человек, который не может задерживать дыхание Меньше чем на 40 секунд, он можно считать его больным И есть еще определенная зависимость Чем чаще вы пробуете задержать дыхание, тем лучше у вас получается Не будет долго, иначе лекция будет на 4 часа Вот, есть прорыв 7 попыток Делается задержка дыхания без кислородка на минимум 3 раза Вдох, пол-выдоха Вдох-выдох, задержка дыхания Вдох-выдох, задержка дыхания Вдох-выдох, задержка дыхания Вот вы тогда максимально держались В первом, во втором и третьем Да, и Часто практиковаюсь в казаче среде Вдох-пол-выдоха И, например, свара Когда дети Находятся в определенном расстоянии Там 1,5-2 метра Они в рукопашной схватке Не то, что схватка, борются Удары наносят Ваше эфирное тело начинает очень сильно мощно расти Даже подходишь к ребеночку Бам ему, 7-летнему По спине У взрослого образуется красный след Который долго не проходит У ребенка бац И он тут же прошел А потом следующий Находишь вот прямо Парит вот над ним Вот такое Как облако У нее тело переносит громадные Громадные Может выносить громадные нагрузки Быстро восстанавливается Обмен веществ При отравлениях тоже Когда ты начинаешь Я не буду рассказывать Как влияет Чтобы мозг ваш не загружать Как влияет На мембраны На клетки На мышечные сокращения АТФ энергии Вот Вообще То есть этот процесс Вот Есть Дело в том Что АТФ Это источник Синтеза Нуклеинов кислот Построение ДНК То есть Если Есть прямая зависимость То есть Если у вас Имеется Дефицит Метахондриальный дефицит Враченые говорят Что это Как бы Дефицит Связан с генетическим Сбоем Откуда Это генетический сбой Вы в курсе? Не знаете Дело в том Я вам скажу Страшную вещь Вообще По Людям Даже вот взять Я хотел бы Просто немножко Здоровье Высказаться Человек Постоянно Ест Постоянно Ест Сейчас много Канцерогенов Которые попадают В организм И Приводит к тому Что Сбивается Деятельность клетки Каким образом? У нас есть Определенная Зависимость Нам Дело в том Что Ассимиляция Клеток Происходит на 20% Быстрее Чем диссимиляция То есть Усвояемость Определенно То есть У нас постоянно Накапливаются Шлаки Это было бы Это не было бы Так Это неестественный Процесс Это говорит о том Что Есть прямая Определенная Тоже зависимость Количество кислорода На земле Да Но Это говорит о том Что большое количество Кислорода В прошлом было сожжено Это неестественный Процесс Там У творца Все выровнено Гармонично Это говорит о том Что мы перенесли Громадную катастрофу Которую выжгла Как минимум 3-4% Кислорода Просто выжгла К чему это приводит К тому Что когда клетка Зашлаковывается И плохо выводится Митохондрия Начинает страдать И Функция Ее снижается В энергии То есть Человек становится Слабоват И хиловат Помните в старости Да И количество Митохондрии У нас все в равновесии Начинает снижаться Лавинообразно Вот тут Хроническая усталость Начинается Так вот У вас какая будет Хроническая усталость Если у вас Сжигаться все будет На бескислородке Сжигается все А если вы Добавите К этому Ко всему Помощь организму Например Раз в неделю Суточное Или двухсуточное Голодание То Вы очень сильно Сэкономите Здоровье У вас организм Четок очищаться Вы моложе станете Неизбежно Станете моложе Ну вот То есть Постоянное Желание Есть 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 Если вы Проявите еще Волевой импульс Выдержите там Суточное Голодание В неделю То Через полгода Вы совершенно Уже через два месяца Уже будете Совершенно другой Количество Мяса Тоже нужно Сократить Дело в том Что Ну Это долго Конечно Объяснять Другими словами Попробуйте А с первым делом Заняться Бескислородкой То есть Задерживать Дыхание Доведите Чтобы Чтобы у вас Было Больше двух минут Задержка Дыхания Раза три Раза в неделю Во-первых Это физически У вас Вас физически Здоровье Учат Результаты Спортсменов Учатся результаты Неизбежно Можете Почитать Работы Найти в интернете Влияния Задержки Дыхания На спортивный Результаты Это Известный факт Я когда учился В культете Физико Физико Культуры Там все эти Элементарные Знания Эти все эти Были даны Вот это Известнейший Факт Но в казачьей среде В воинской Среде Это было Распространено Отварился Нехватка Энергии Старикам И так далее Бескислородка И бескислородка Также Проявляли Именно Когда детей Воспитывали Там Невероятные Результаты Я помню Когда Я забыл Дать команду На вдох И дети Пять минут Не вдыхали И были Настолько энергичны Силовым Такое поле Было Там Очень странные Эффекты Просходили С телом Очень интересные Они все живые Все в порядке С ними Мозги Мозги начинают Соображать еще Очень Прилично Я вам К чему Все это Клоню К чему Говорю Все это Дело в том Что Если вы Будете Много Есть Много Есть Переедание Первое Это Зашлаковывается Клетка Метахондрия Перестает Действовать Нормально Образуется Вы же Должны Догадаться Образуется Срок Жизни Очень Человек Очень Сильно Сокращается Если Вы По сути Я уже Говорил Влияние На ДНК АТФ Наши Энергии На Мозг То есть Человек Становится Переедание Тупым Буквально В смысле Слова Тупым И Короткоживущим А Если Подсунуть Еще Канцерогены Чтобы Клетка Не Могла Справиться С этим Совсем То Сами Делайте Выводы Там Можесающие Выводы Можно Сделать Но Также Можно Действовать Противодействовать Одно Из Моментов Которых Я бы Хотел Рассказать Это Я В следующих Лекциях Раскрою Что Такое Воинская Культура Воинская Именно Воинская Настоящая Древняя Воинская Культура Она Очень Сильно Отличается От Того Что Вы Хотите И То Что Делаете В Залах И так Далее Почему У многих Князей Старину В Витязи Были И По 70 Лет 60 70 Сейчас Сейчас Лет 40 Уже 50 Человек Уже Никакой И так Проводите Опыт Без Кислородка Две Вещи Хотите Оздоровиться Две Вещи Убрать Переедание Один На Два Раза В Неделю Один Раз Один Два Раза В День Есть Не Больше Дальше На Ночь Не Есть Дело В том Что Много В Организме Когда Он Можно Конечно На ночь Есть И Грузить Организм По Полной Гормоны Это Все Сжигает Действие Без Безкислородка Интенсивная Физическая Нагрузка Я Сейчас Не Касался Тем Работы С Подсознаниями Работа Программирования ДНК Через Определенные Три Центра Когда Можно Менять Физические Клетки Возраст И так Далее Омолаживаться Но Это Все Лежит За Вашим Пониманием Сейчас Просто Даже Мне Это Не Объяснить Так Быстро Просто Не Объяснить Хотя Итак Друзья Путь к здоровью Лежит Первое Физический Интенсивный Труд Дальше Сейчас Отсутствие Переедания Отсутствие Переедания Делайте Безкислородку Определенный Волевой Импульс Это тоже Разовьет Вас Надеюсь Вы поняли Я Постарался Как бы Дело в том Что Эта тема Безкислородки Очень Она Обширная Если Брать Я могу Взять Ваши Все Что вы Мне Пришлете Взять С научной точки зрения Разобрать Скажем Виды Дыхания Я просто Ну Так как У меня есть определенное Образование Физкультурное Можно это все Сказать Но Помимо науки У вас должна быть Работать Правое Паушарие Мозг Объем Пространственного Мышления Многим Ученым Это Они Хорошо Собрают В одной Стороне В другой Совершенно Ничего Не Понимает Вот Многие Вещи Ясны Сейчас Например Там Задержка На вдохе Влияет На симпатическую Нервную Систему Задержка На выдохе Например Влияет На парасимпатическую Нервную Систему Как Эти Зависимости Все Можно Выявить Разобрать Там И так Далее Вот В Каждой Запомните Кто Замет Воинским Будь то Не имею Ввиду Казачьим Русским Вообще Воинским На каждой Тренировке Устраивайте Вдох Вдох Выдох Задержка Дыхания Вдох Выдох Задержка Дыхания И третий Когда Вас начнет Потряхивать Сила Громадная Будет И вдох Пол выдоха Задержка Дыхания То есть Минимум Три задержки Должно быть Когда Вы ведете себя До самого Работы Вдох Вот эти Три вида И например Поединок И Человек Выходит в совершенно Другие режимы Мозг начинает Работать В других режимах И дело в том Что Это знание Вообще боюсь сказать Дело в том Что если У вас мозг Ваш нейронные связи Будут по-другому Строиться Когда Вы В громадном Созидательном Труде Нейронные связи Будут по-другому Объем Мозга Может быть Остаться таким Другим У вас Просто связи Будет Мозг Качество мозга Другое Там больше будет Вещества Определенно Не бело-серого То есть Вещества То есть Вы будете Умным Все Кто позволяет Себе лень Безделие Начинается Путь в деградацию Строите Своё Хотя бы Тело Под лежачий Камень Воинская наука Не течёт Хорошо Друзья Надеюсь Вы меня Выслушали Простите Простите Если я был Немножко Активно Как-то Излагал Эти вещи Но в коротком ролике Можно Хотя бы так Участвуйте В работе Над собой Стройте свой Организм Вы каждый раз Должны быть Лучше Сильнее Мощнее Будете жить Долго Код Социальный Код Можно сломать Может быть Очень долго Жить Вот Хотите Рискнуть Рискните Пожалуйста Почему бы и нет Можно всё это вести Но Если у вас Не кончат Не подворот Может быть Что-то миру дадите Потому что Человек должен Вовремя умирать Поймите Такие вот Некоторых Цели Но думаю Что Если вы возьмёте Себя в руки Вы сможете Построить себя Лучшего А не умирать В 40-50 лет От каких-то Болезней Непонятных Себя можете Оздоровить При помощи Без кислородки Правильного Питания Голодания Созидательного Труда Созидатели Живут долго Бездельники Уходят В мир Иной Быстро По разным Причинам Всего хорошего До свидания До следующих Встреч Буду рад Вам рассказать О многих Воинских Вещах И следующая Тема Уже будет О подготовке Воинского Человека Духа Так скажем Некоторые Неприятные Вещи Придётся Всё-таки Сказать Хорошо До свидания Буду рад Если вы Отзовётесь Напишите Свой отзыв С вами был Алексей Соколик Из древнего Донского Рода Казаков Пришедший Сюда С древним Князем Нашим Батыем Оставшийся На Рязанской Земле Вот Это для вас Он Был Как Разоритель Ну что он Разорял Подумайте А для нас Был Батик До следующих Встреч Продолжение следует